приветствую всех мы у босса должны отомстить за нашу подругу давай сразу пока мы не забыли вылечим нашего робота на случай неожиданность и что у нас получается оставляем пацанов здесь пока что а девахой пойдем накидывать урон то есть здесь мы ничего да не можем сделать разведчик так домашний саженец да ага еще один о фу блин чуть я та самая не обделался я они еще и бегают гаденыша второй пошел здесь ничего нету так проход вот этого саженца я не забираю правильно да его выпаливают пока что убиваем кого можем так вы посмотрите сколько здесь народу то есть вы мне хотите сказать что это для трех персонажей восьмого уровня до квест разведчик разведчик череполом череполома я могу убить болен что там трейгал вот вижу да так тихо ты идешь то есть ты ходишь тебя можно забрать соответственно еще один ну-ка давай пробуем забрать вначале тебя тебя до 99 отлично сейчас убьем справа товарища слева там не напороться бы а тебя я могу бить так нет то так вы не видите да его а он потому что стоит в кусту да отлично идем дальше аккуратно и еще вижу да два товарища главное чтобы меня сзади кто-то не грохнул так почему я двойку нажимаем мне надо f нажимать сотка да и задний тебя не видит отлично но неплохо пока что работаем вот тут стоит тоже черепалом да как вид красивый да я просто уже сразу на двойку нажимаю хочу стрелять а надо вначале еще же f поражать все ушел товарищ но в целом мы неплохо зачистили хотя бы от всех черепаломов избавиться да потом если повезет нам с критами мы заберем рейнджеров здесь мы забраться можем вон там кстати смотрите сколько лута а как сюда попасть наверное через дверь до хитман ассасин какой-то сейчас идет они икском давай все все тут лутаем просто я хочу найти может пушку какую-нибудь хорошую найдем и возможно нам вообще с ними воевать да не надо будет мы просто пройдемся мимо них и заберем их него босса сырные палочки сокровища до три с половиной тысячи опыта получили это неплохо скоро девятый уровень зря может быть кстати я робота полечил тогда да энергетическая ячейка кстати наверное восполнить надо будет заряд час нашему пацану потому что но бой будет очень тяжелый я прям чувствую не такое ощущение как будто как будто бы если я вот с этими ребятами справа начну воевать слева чуваки не согрится но я не уверен это так работает или нет кто знает так то кто делал подскажите пожалуйста в комментариях ага вон этот чел да стоит и кстати а может быть если мы его убьем то лягухи сразу сдадутся я возможно с него и начнут мне кажется с него и надо начинать докажите свою любовь убейте их всех да 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 разблокирована запись трагул чак круг что в грубом переводе означает несущий свет силач был порожден легендарный хапугом полководцем трагуром а так это еще трагул это еще не трагур это еще не этот не самый главный на свой второй день рождения юный трагул обезглавил своего спящего отца а нет все таки он и по законам племени он выпил а что он выпил мы уже никогда не узнаем 50 криту по людям скакать на большое расстояние ладно ищем лут который нам поможет это наверно люд людские останки до али яйца их повсюду вонючу ага вот они здесь надо пробиваться давай сейчас мы позовем пацанов они по идее к нам телепортнуться должны отлично давай проверяем замечательно оставлю их здесь опять стеклянная бутылка ключ карта от гаража не забудь запереть окна то есть в гараже скорее всего точно будут какие-то шмотки полезные давай первый этаж зачистим и пойдем наверх меди под это хорошо пластик тоже неплохо да вон наверху что то есть зачистим сложные враги но я понимаю а это наверно какой-то еще побочный квест что ли будет а интересно если я вот в побочном квесте сейчас пару человек убью а потом вернусь они заново заспавнится или нет детонатор вроде все на карты я хочу посмотреть белый замок тут не написано что какой-то побочный квест как есть да мне бы гараж найти все тут ничего нету идем тогда дальше к боссу блин страшно конечно проблема в том что у меня сейвов нету то есть если меня убивают то на этом все заново проходи мне не хочется заново проходить так у меня показалось как будто кто-то меня чуть не спалил да вон фиолетовая вижу шмотку высоко высота мер добавляя 10 криту при стрельбе сверху ну такое себе мне кажется у нас похоже уже есть да и в принципе дальность при стрельбе сверху здесь крит во время засады здесь крит по людям ну давай пока что так поставим крит урон пока что мы не берем это наши подруги да она пока по 80 жахает по саженим найти бы гараж перед этой битвой главный потому что там скорее всего может быть пушка какая-нибудь да и пушка прям сильно мне помогла а вот чувак да стоит 360 здоровья но вон череполом сверху точно сразу же должен умереть о ссоре 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 был неправ с какой позиции я его увижу вот отсюда да как нету давай забираем в идеале бы разведчика убили вот о джейн ярости убиваем разведчика со стопроцентным критом ага дадут тебе убить давай посмотрим откуда мы можем его увидеть здесь не получается ну странно да он он не видит почему начинается этот отсчет мы можем проскочить мимо него теоретически да блин мне кажется я не успею давай все таки обойдем а мы тут кстати зажаты да походу хотя не здесь лестница есть куда пропал самый главный босс а он типа ходит нет это разведчик домашний саженец блин их там много там он еще впереди я вижу чел надо вот разведчика того убивать по-другому никак надо да кто меня видит я вот не понимаю этого момента кто меня выпаливает здесь вот лестница да мы можем по этой лестнице залезть беспалевно нет он видит да это палец здесь у нас сразу же я не понимаю почему мы сзади не можем зайти мне кажется это баг а вон оружие давай пробуем да все нормально стопроцентное убийство странно да у нас вроде крит 110 но показывает что мы его убиваем отлично во время ярость зашла теперь мы можем залутать оружие что-то хорошее дайте пожалуйста дробаш большой жабец до урон 60 крит соточка большая дальность нет штурмовая винтовка любимое оружие трогула чак-крука дальность 1160 111 но не могу сказать так во первых ты сядь до отойди и сейчас будем смотреть допустим вот с этой здесь 80 113 точно хуже но лучше этой до винтовки то есть крит на 30 больше дальность похуже бы присо пасов поменьше ну окей давайте а кстати секундочку где это было вот это да винтовка мы с нее надо снимать даст ее надо снимать начали прежде чем что другое делать короче дали херню к сожалению здесь они поляда друг друга можно понизу пройти надежда что-то еще что найдем конечно маленькая тут нужен пацан это с роботом мы потом поговорим ищем еще одиночные цели вот и тут отбился да как будто бы так две клетки надо пройти раз и два скачиваем ярость пока что нахрен мы не убьем пока он прошел идем разведчика вот этого бы забрать заберешь так возвращается гаденыш да он пойдет во вопрос пусты нас прикрыли очень плохо что мы не можем знахари убивать вот это даже с критом это прям сильная трагедия так крит 55 да почему я знаю почему потому что нам надо тебе другой модификатор поставить да и мы тебя тогда убиваем если мы убиваем тебя в принципе мы убиваем этого саженца тогда здесь бутылкой можно здесь забрать еще будет да посадить их на бутылочку и в принципе можно тогда будет драться здесь уже их довольно таки мало будет давай тогда начнем сверху с верхних да где более высокий шанс убьем тех двух убьем здесь разбойника с саженцем и как будто бы есть варианты возможно даже отсюда будем потом воевать да у нас тут будет высота и соответственно будет более высокий шанс крита вы не двигаетесь да к сожалению но хорошо это в принципе ничего страшного в этом я не вижу у нас есть бутылка бутылку надо будет сюда куда-то кидать то есть если вот мы здесь скроемся да допустим и кинем бутылку то череполома мы заберем даже можно ну а интересно если мы бочку взрываем наверное мы рассекретим себя давай сваливай хорошо надо вызвать пацана потому что уже мне кажется скоро мы будем ну мы зафейлим скором времени единственное я бы хотел по быстрому здесь вот с роботом поговорить вряд ли он какую-то мне информацию полезную даст но а вдруг этот робот изготовлен изначально попробую подключиться может опыта нам да знаешь еще чего-нибудь хотя пока корни целы разодендроны можно спасти а вот азалии назови свое назначение я мистер грин садовник этой усадьбы что такое усадьба этот сад мое личное место работы прошу меня извинить мне надо подрезать цветы это было поместье какого-то богатого человека мои мысли с этими азалиями а не в разговоре с вами надеюсь вы не в обиде получен доступ к истории на кого ты работал моя работодательница мисс лекси варли из джорджия варлис и чем она занималась я много значу для этого дома я очень важен замечательно чем занималась твоя работодательница очень хорошо сэр боюсь что вы наступили на тюльпаны не могли бы вы отойти в сторону короче эти роботы вообще бесполезные хоть бы опыт давали я был создан любящими руками Эдизон мы заботимся мы делимся мы дарим свет Америке ну как обычно ничего нового так зачем вы слезли у меня вопрос надо их расставлять как-то очень красиво ну и начинается самое тяжелое да то есть надо прописать крит шанс у нас 55 процентов если не мы не убиваем так а секундочку если мы не убиваем у тебя же есть да еще снайперская винтовка можно ее переключиться это что же хотя тут и написано что с глушителем да но в любом случае проверим а выстрел бесшумно написано выстрел да тут не написано бесшумно надо еще снайпу такую приобрести сейчас подумаю где пацанов поставить как будто бы они неплохо стоят сколько у них раз два три четыре пять шесть семь человек но эти два быстро добегут до меня да то есть я их смогу забрать наверное вот так расставлю в надежде что кто-то под бочку подставится давай я робота тогда переставлю давай я робота тогда переставлю здесь зелененькую возьмем медипод ну и молимся давайте я бы даже наверное вот так заюзал да 85 процентов да давай давай хорошо почему я это сделал я скажу потому что я хочу начать стрелять сразу же по боссу как только я зафейлю да соответственно а это не босс босс здесь ну по знахарю то есть мы встанем где у нас сотка будет ну вот так допустим да то есть знахаря надо убивать поставим тебя здесь тебя ту робота тут давай наверное так и сделаем то есть мне максимальное кпд надо получить если я зафейлю опять что за бред что это за лестница там под лестницей кто-то сидит или что ты же отсюда дострелишь правильно да отлично пошли дальше вырезать и я надеюсь что у входа ребята все таки не заагрятся да тогда в принципе здесь мы должны разобраться с этой толпой и как будто бы да как будто бы надо похилить эту чувиху потому что она если зафейлит ей надо будет убегать по ней по-любому кто-нибудь да выстрелит мы скорее всего саженец выкинем да чтобы отвлечь то есть я сейчас верхнего чела убиваю ну я надеюсь по крайней мере если я не убиваю я кидаю в него саженец не достаю да то есть получается мне надо на эту клетку да 50 на 50 держим кулаки фу слава богу это очень важно сейчас было очень важно прям очко у меня сжалось что я мог орех раздавить тут мы перекидываем нет не это вот здесь мы урон берем под саженец замечательно ну все мы всех убили кого могли давай здесь пройдемся на всякий случай но вроде никого тут не осталось больше мы никого убить не можем теоретически того дальнего череполова мы можем убить да если мы бутылку заюзаем но я думаю даже стоит заюзать бутылку да тогда мы тогда что как мы сделаем тогда можно тобой вот этого снайпа продамажить да а теми пацанами убить того знахаря ну звучит как план на самом деле я бы попробовал такой вариант то есть мы сразу убиваем знахаря и против нас остается всего три человека ну человека вы сами понимаете что я имею ввиду давай пробежимся тут мы уже знаем что никого нету то есть вот эти пацаны убивают этого этого знахаря а девчонка с двух ходов убивает дальнего я знаю сна этого знахаря мы уже заговариваться начинаю тут вопрос как отманивать то есть сюда да допустим и ты будешь в эту сторону смотреть сейчас надо подумать наверное я бы ей наверх повыше бы забрался лестница интересный момент конечно с лестницами и и и и и и а ну и или в и и в принципе да с тремя лягушками мы должны разобраться по большому счету все я готов то есть вот с этой позиции мы заберем того вот этого знака ряда да надо дождаться надо дождаться у нас перезарядиться плазмомет как раз давай ждем но что друг возвращается не достаю да а кстати мы а секундочку а и можно с по бочке выстрелить бочка то больше урона чем мы нанесет по идее да давай-ка переместимся и отожмем а ты не достаешь да то есть надо будет вот так вставать без укрытия да мы почти убиваем его проблема в том что мы без укрытия будем можно сюда встать сейчас главное чтобы он не ушел опять так ты в укрытие нет тебе еще клетку надо 170 но начинаем когда выстрел по бочке да блин страшно просто жесть конечно и я надеюсь что эти ребята побегут налево потому что они если джейд побегут то это будет проблему ладно в любом случае все чё тут сюда маленькие монстры умрите от моей руки ой блин страшно то как все на перезарядке да электроцепь я не под это себе не подкопил ну давай можно сейчас мы не двигаемся электрическая ячейка погнали тут очень малый какой-то урон до 67 это засада не очень получилось конечно вот здесь надо было стоять но двигаться я не хочу уточняю мне некуда двигаться чтобы больше было надо было проверить прежде чем начинать она стреляем отсюда он себя в любом случае сейчас от хилит наверное и они могут интересно себя хилить или нет ого это жестко кстати неплохо они разделились да вот он осквернитель принесите мне железную руку сейчас откуда здесь оружейник нарисовался а этот сгорел на работе отлично то есть ты сгорел соответственно здесь мы просто сваливаем на максимум оттягиваем ребят здесь здесь ему надо цель дать какую-то сеятель саженцев да допустим он урон никакой не наносит я бы его еще и поджег бы или отойти сейчас то есть куда мы можем отойти за полное укрытие допустим да можем отойти чтобы он вышел из этого укрытия подождать перезарядки навыков мне кажется это здравая мысль на самом деле плюс возможно мы как-то здесь можем потом эту бочку раздамажить да вот это зайдем займем позицию диксон жестко конечно продамажил ну вот это другой разговор да уже получше ой хорошо вот это я понимаю то есть дикс оружейник остался стоять почему то соответственно ты можешь помочь пацанам скоро вопрос только сюда здесь забираемся да мы теоретически можем получить от знахаря по лицу он может здесь забраться он может он запрыгнет скорее всего но ты с ним разберешься другой стороны те перезарядиться надо бы и я считаю что спусты с пустой обоима и ходить не очень умное решение поэтому давай вот так сделаем пока что теперь здесь а здесь у нас до сих пор скиллы перезаряжаются электроцепь по нескольким действует то есть дикс убивает разведчика в идеале конечно бы по боссу зарядить да но к сожалению что есть то есть отлично вырубили 54 до вообще ни о чем тут как будто бы тоже отойти пока что скаин подходит ближе до любом случае даже если я его продамажу его знахарь полечит поэтому нету мне смысла сейчас но это понятно было так оружейник затупил из хороших новостей с плохих новостей ты еще пока что тоже тут пропускаешь ходы но надо забираться надо забираться давай сюда даже вот так наверное да тут у нас как говорится выбор небольшой это хилка точно и попытка убить наверное попытка убить знахаря 33 процента тогда секундочку тогда здесь проверка на пятерочку ты достаешь нет здесь вопрос оттолкнули я его или нет ну то есть оглушу или нет он весь в шипах вроде обычно показывает когда отталкивает надо проверять давай ладно проверяем ага прикольно оттолкнул восьмерку электроцепь да здесь бы я бы наверное пауэрвотч поставил потому что знахарь часть трагула лечить побежит сто процентов и шанс попасть будет у меня намного выше по нему да наверно так отлично он выдерживает два удара отлично попал это очень важно было сюда маленькие монстры умрите от моей руки что может джейт она может выстрелить это прекрасно стоим просто в поле потому что нам надо как можно быстрее убивать пока оружейник не прибежал вроде оттуда никто не бежит до соответственно здесь мы в начале что делаем пожиратель или едкий едкий одну броню но 30 урона снимает встаем в укрытие флангуем мне кажется лучше все-таки едкий да потому что мы нет в несколько ходов моего в этот в этот ход не убиваем а тут мы как будто бы кислоту да ему наносим здесь я бы бахнул огнем бы еще тоже блин конечно урона вообще нет но будем через огонь и кислоту даю огонь невосприимчив то есть вначале надо читать а потом стрелять до невосприимчив как глушь мысли червь огонь скорее не отбрасываю здесь можно спрятаться он тогда может по элвису выстрелить давай лучше пускай дикс страдает ты просто перезарядись да мы тебя опять выхилим по любому нам надо лечить да то есть помощь хорошо стоит а что-то в моем плане не так пошло да блин нет доступных целей ошибка да получается надо сближаться в любом случае ладно сейчас подумал здесь по-любому мы поднимаем да он в любом по-любому бы попал он бы здесь бы нас фланга но то есть проблема в том что он за большое укрытие ушел и теперь как будто бы надо спрятаться он перебежит сюда и отсюда выстрелит то есть сюда отойти надо его вытаскивать из-за полного укрытия отсюда он выстрелит да то есть где мы можем встать у меня вопрос здесь он выстрелит тогда сразу же тут ну вот вроде неплохое укрытие на самом деле давай так попробуем а диксом будем байтить его на движение то есть моего вот фланга нем таким образом и посмотрим куда он пойдет если сюда в принципе неплохо следующий ход мы должны убивать последний раз кислота тикает то есть да тогда мы вот здесь прячемся чтобы мы могли налево пойти и направо а он с места решил с места неприятно конечно с места неприятно но как будто бы он все да да вот отсюда мы его забираем последний кстати патрон так здесь здесь просто перезарядимся до тебя никто в этом ходу не достает ой щас чуть я не зафейлил до 80 процентов игра меня пощадила а тут ждем оружейника получается встаем за укрытие и улыбаемся да вот и он подошел 76 я наверно отошел бы еще допустим вот сюда бы я встал ган подходит скорее всего куда-то сюда побежит и мы что-нибудь с ним придумаем а роботом вот здесь бы я встал как раз не перезарядился и и ой 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 ну да вот я не перезарядился и что мне теперь делать улыбаться ладно уходим пускай он сюда идет перезаряжаемся но и по тоже заведем он выстрелить не сможет по идее сейчас этот ход плюс скиллы у нас заодно перезарядятся да сейчас моего глушим ведь можешь его глушить на пятерку да а вон кстати куда отталкивая до сюда показывает смотри тогда нет тогда мы сейчас вот так встаем и следующих вот мы его отталкиваем и убиваем сюда не встаем он сможет по нам выстрелить ну ты нормально стоишь о здорово когда может не использовать но нет слишком хреново у нас да по-любому надо и надо жадничать у нас уже с проблемы с аптечками и так и просто расстреливаем его чё там а это потому что снайп да за два хода мы его убиваем поэтому спокойненько равномерненько еще отбрасывание сработало интересно и это обеда ребята эгегей лягушки пустились на утек у нас получилось живи хоть до 100 лет другого такого дня не будет охренеть ваш городок передо мной в долгу серьезном долгу да она конечно на их стреляла пипец голова говрак рук сокровища плюс 1000 опыта кстати мы девятый уровень до скоро будет будем что лутаемся нет от получаем еще один вход спасибо хоть на этом а сейчас мы что-то получим да еще скилл какой-то но но я не могу его забрать обычно я мог на е а потому что я чувитку выбрал ух ты никогда к этому не привыкну призыв хапуги призывает хапугу знахаря искусственно обращенная позволяет обманывать разум инстинкты даже самых психически стабильных людей прикольно как хапуга то есть мы можем к пуха пугу вызывать а знахаря он же лечит но все мы здесь в принципе прошлись да поэтому возвращаемся вопрос только тех хапуги убежали или нет а вон они там стоят сейчас быстро я хочу глянуть у фарта остались ли да они стоят окей сюда мы еще вернемся тогда наверное да пока еще мы не можем тут всех перебить к сожалению 230 сейчас последний раз пройдусь ага вот сюда кстати можем вломиться до вон зелененькое что то есть будет услышано а с другой стороны здесь нормально ой 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 уходи уходи не успел я да мы кстати могли знахаря по идее забрать пока что он там пока ходил но это у знахаря разведчика но опять же не факт бутылка супер граната чтобы нанести урон урагам и укрытием это типа крутая какая-то до граната будет но мне кажется мы максимум выжили из-за того что мы могли сделать а здесь вон эти кружки то есть если мы знахаря убиваем разведчик агрится сразу же да вон тоже кружок кружки да мы тут ничего сделать не сможем тут какие-то новые вообще войны появились это все один отряд без шансов даже череполома да мы не можем убить теперь вот это палево может остановишься рук давай проверим но я почти уверен что хотя нет можем вот этот значок вроде говорил как будто бы что нельзя ну что типа один отряд но вроде нет давай попробуем тогда забрать сейчас он отойдет только 84 блин маловато да хорошо минус один и сразу можно сделать минус 2 да подожди друг разговор к тебе а крит кстати . хорошо крит это для разведчика вот это кстати стоит он здесь да его ты не видишь 155 оружейника мы точно не убьем давай вольнем хотя оставим может быть может быть здесь что-то я смогу отжать ложные враги то есть скорее всего здесь какой-то лут осквернитель убивать братьев не убивать меня перерезать ему глотку ну он зелененькая что-то ага а там это просто злотная граната нанести урон кислоты по площади ну вот фиолетовую заберем да и пойдем дальше своим делам только как туда попасть где вход скорее всего гараж да как раз вон там клетка там никак не пройти тут воевать по-любому надо да ключ гараж вот да здесь не пройти там там вроде никак не попасть нет тут без шансов вообще хотя вот по лестнице мы можем до забраться как будто бы давай попробуем вот это разведчика мы можем убрать активировать звук для отвлечения внимания и бахнуть по этой бочке да интересно будет проблема в том куда спрятаться самому восемьдесят четыре маловато друг ты не против я здесь постою чуть-чуть соточка да ну вот как будто бы да мы уже можем спуститься только сюда кто-то приходил не напороться в этот но на этот момент когда он здесь будет вот он идет назад давай я дождусь пока он на подойдет и уйдет и тогда уже буду заходить вот он встал раз будет разворачиваться и мы зайдем или он не видит а он не видит в принципе теперь видят то есть нет ждем вот он прям в упор подошел то есть там надо это все делать быстро довольно самый прикол что открыть дверь будет шумом считаться я надеюсь что это не так давай аккуратненько спрыгиваем как же она скрипит улучшение сигнала увеличивает дальность применения на 20 процентов короче херня ну и 8 с пластика окей 8 с пластика еще куда не шло здесь ничего нету да сваливаем короче отсюда пока я не готов здесь драться через м кстати можем уйти до через карту что у нас белый замок где у нас следующее задание в застой тауне кстати сокровища мы не нашли здесь да надо будет не побегать найти эти сокровища это тоже опыт кстати мы девятый опыт получим если я найду сокровища в застой тауне переходим но и серена да какая-то сирена херачит сигнализация проблема на улице смотри моя фиазма просачивается сквозь землю этот город не спасти ему конец ничему не конец пойдем поговорим с мэром надо отметить чтобы не искать куда идти мне внизу там что-то в шахте видимо происходит да за это мы уже говорили двойная норма кстати в пабе мы не были да ну-ка давай привет партнер еще по одной пока мы не оказались из-за под землей за миазмы и что у нас тут там какие-то двери тут что-то мы можем поднять до быстренько возьмем поэтому мы можем купить генератор но нам все это не интересно нам нужен мэр давай быстро бежим к нему я же говорил что вам пусто было эй эй мэр это мы а эллис у меня получилось мальчик мой я вскрыл данные первой семьи все их драгоценные секреты передо мной и боже мой сынок боже мой эта информация изменит мой мир то есть наш мир вы только скажите казакова опустошить пушку я знаю знаю тебе нужны твои драгоценные смерчи до поздно уже для смерчей что с вами происходит моя зла просачивается сквозь землю думаешь я не знаю наши шахтеры прорыли землю слишком глубоко наткнулись на смерч миазмы теперь он извергается как злой вулкан с миязмой ничего не поделаешь с ней никогда ничего нельзя было поделать один мудрый человек говорил мне что если ты не демонстрируешь силу кто-нибудь ее от тебя отберет мэр как нам как никогда нужна ваша сила что нам делать я найду я для тебя твои чертовы смерчи мне нужно еще немного времени отстань пойдем нам больше нечего сказать этому придурку и мы получаем 9 уровень отлично задание во первых смотрим 6 8 можем до проходить но наверное пойдем сейчас по по засаду засаду выполним мое сокровище выжившая и потом уже пойдем дальше по главному квесту также потратить очки надо единичка да то есть принципе не на что-то тратить просто хпшку пока что дадим крит сланга мне нравится ячейку еще одну моя зме наверное нет да наверное просто так вот и до здесь здесь у нас двоечка на без рывка можем увеличить хпшку или к шансу криту после перемещения кстати не плохо да этот имплант ускоряет реакцию на ходу поднимая критический шанс него слабая очень пушка в будущем неплохо да но пока что такое себе но в любом случае это лучше что у тебя за пушка покажи ко мне а ну хотя соточку нанесет давай берем пока за не именем лучшего и здесь единичка на единичку мы ничего взять не можем то есть огонь перед выстрела из засады да нам только так семь сто сто единиц урона выбранной области два выстрела то есть это кстати неплохая тема к общему шансу карита но так не хватает нам ярость неплохо давай ярость возьмем просто пожимаем ярость и потом переходим назад на критический удар все орет давай я по-быстрому найду сокровище попробую так в общем я обижал вообще весь город да и к сожалению не нашел это сокровище если кто знает где сокровище в городе напишите мне чтобы я его приобрел это как-никак опыта эй да вы что чокнуты уходите отсюда но уж нет мастер мы заткнем этот поток дерьмо хотите помочь спросите у мэра что он чертовой матери собирается делать мэр сошел с ума к лэнси это диск который взломал похоже нет я не хочу этого слышать я схожу и поговорю с ним ну ладно иди говори а мы на сегодня пойдем отдыхать и встретимся с вами следующей серии так что подпишись лайкос комментарий до скорых встреч